Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня будет достаточно откровенное видео. Я лудома, мне врачи не ставили этот диагноз, я вам скажу это так. И забегая вперед, опять же, если вы умеете признавать какие-то свои зависимости, свои слабые стороны, становится намного проще с ними бороться. И даже ваши зависимости, например, в своей истории расскажу, можно разворачивать в положительную сторону. Я долго думала записывать мне такое видео или нет. Я знаю, что многие из вас страдают этим диагнозом, но мало кто признается. И у нас есть несколько стадий данного диагноза. Опять же, я вам сейчас рассказываю мое субъективное мнение. То есть я ничего не читала, никакую литературу по этому вопросу вру. Это чистейшая ложь. Может, полгода назад я открывала просто пролудоманию, как мне с ней побороться, потому что у меня была проблема. Но в целом, все, что я вам буду говорить, это лишь мое субъективное мнение. Смотрите, в детстве еще я ходила в садик, играла постоянно пьяницу. Пьяница — это где там вскрываете карту. У кого старше карта, тот и выиграл. Играли мы на желание, играли мы с воспитателем дурака. Я безумно от этого кайфовала, мне безумно нравятся карты. Далее я чуть-чуть подросла, мы начали играть в мяч на улице, опять это все на желание. Все доходило до того, что приходили там родители девочки, жаловались, что я ей загадала желание умыться в уже. А я всегда говорила, блин, ну, типа, карточный долг — это святое. Ну, проиграла желание — умойся в уже. Как мило. Окей, мы сейчас не говорим о какой-то литической части данного вопроса. Далее я подсела на ставки на спорт, включаясь в школе. Так как мне было мало лет, так как я не могла законно, так скажем, ставить, я стырила у мамы паспорт, чтобы верифицироваться на площадке. Все нашло уже до того, что я продала маме велосипед. Точнее, я пошла с велосипедом, она говорит, куда? Я говорю, я продавать его. Она такая, за сколько? Я говорю, за три тысячи. Мне мама дает эти три тысячи. Такая, все, я у тебя купила велосипед. После ставок там покер, там онлайн-казино, бинарные опционы. Сейчас вот мы прям уделим время им скоро. На сегодняшний день это физическое казино, куда я хожу несколько раз в неделю. И, с одной стороны, в силу того, что у меня сильный характер, я считаю, что это сейчас уже безобидно для меня. С другой стороны, вспоминая, какой опыт я прожила, вот от А до Я, мне прям хочется с вами поделиться, и, возможно, это видео вам в чем-то поможет. Досматривайте обязательно до конца, ставьте обязательно реакции, то есть пальчики вверх, пишите комментарии, потому что это действительно душесчипающая тема. Берите платочки, сейчас будет очень грустно. В общем, как вы сами знаете, я много раз рассказывала, может быть, вы только сейчас меня смотрите. Мой азарт мне помог пробиться, то есть вот этот вот азарт выиграть, вот этот азарт отбиться, залезть в долги продать телефон, отбиться на бинарных опционах. То есть в какой-то момент я поняла, что вот трейдинг это круто, это классно, и просто начала сливать там бабки. Сливать на тот момент огромный для меня сумка. То есть на тот момент для меня 6 тысяч рублей это были действительно деньги, которые вот мне не нужны там еды купить, так скажем. Каждый слитый депозит, который у меня был, у меня были слезы, истерика. Все вокруг ходили, говорили, что я человек, который сейчас пойдет там все продавать, чтобы проигрывать эти деньги. Знаете, вот прям как лудоман. То есть у меня поддержки особо не было. Единственная поддержка, которая у меня была, это мама, и то, которая вначале меня поругала, когда я ей в 6 утра позвонила, сказала, мам, я бабки слила. Она такая, ты что, как так? Но потом днем она перезвонила и говорит, Ксень, все фигня, у тебя все получится, делай то, что делаешь. Даже когда она ко мне прилетела, я ей говорю, мам, смотри, я торгую, то тут каждый доллар для меня был важен. То есть я прям нервничала, я переживала, я не могла уснуть, если у меня минус на счету. Так как у меня особо не было средств, в те моменты, когда я сливаю последние деньги, там, о стипенде, через неделю полторы тысячи рублей целых, я изучала трейдинг. То есть меня вот этот азарт сподвигнул на то, чтобы понять, как двигается рынок. То есть я прям сильно благодарна вселенной за то, что она не отправляла меня играть в автоматике. В автоматике я сейчас играю с кайфом и не надеюсь что-то выиграть. Меня вселенная направляла вот этот азарт на то, чтобы начать зарабатывать, где я понимаю, как это делать. То есть те же самые ставки на спорт. Я разрабатывала стратегии. Я смотрела, там, теннис постоянно. Практически все матчи, которые шли в онлайне, я их пересматривала, разрабатывала, что-то записывала. Я выписывала, какие страны там забивают в футболе. То есть ставить на тотал. Вот этот азарт, вот это лудомание меня привело к тому, что я начала изучать все. То есть мне нужно было досконально понимать, почему я должна открываться там вверх или вниз. И как бы круто я несколько лет ходила. Классно, блин. Классно, что я такая азартная. И осенью, получается, прошлого года, да, осенью, практически год назад, я провалилась в это болото. В том году, там, в начале того года, в начале 22-го года, я первый раз ходила в казино, мне это настолько понравилось, я решила коллекционировать фишечки. Но я была максимально аккуратна. То есть я была максимально сконцентрирована, аккуратно играла в автоматике, аккуратно ставила на рулетки, аккуратно играла в покер. Мне так это понравилось, что я начала ходить в казино в Сочи. Потому что я живу в Сочи, и мне ехать до него там 15-20 минут, грех просто не пользоваться такой возможностью. И я начала ходить достаточно часто туда, выходить либо с маленьким плюсом, либо в ноль. То есть у меня особо минусов не было. И наступил день, когда я решила взять уже крупную сумму. И я не понимала, как до этого я там держалась. У меня было 100 этих фишек. Одна фишка — это 70 рублей, то есть 7 тысяч рублей. Я держалась весь вечер, играла, кайфовала. А здесь у меня там 70 тысяч рублей за час нет. Сверху густо, снизу пусто. Естественно, просыпается азарт. Хочется снять еще. Я начала снимать бабки раз. Я прошла следующим днем, начала играть. Я хочу поймать флеш-рояль, кстати. Я флеш-рояль поймала. Потом такая, блин, у меня ни разу в жизни стрит-флеша не было. Стрит-флеш поймала на этой же неделе. И просто начала ночами, целыми ночами. Я могла прийти в 6 вечера в казино и выйти оттуда в час следующего дня. Я сидела в рулетке. Я уже была не кокущая. Мне уже дилеры говорили, что Ксения может быть домой. Может быть, поспать там, может быть, поесть. Нет, мне ничего не надо. Я как вот этот наркоман с краснючими глазами рулетка закинуть. Все там числа. Так, покер, почему не заходят? Давайте по Мартину. Я провалилась. В жизни у меня особо сейчас нет знакомых. У меня там есть пару друзей, с которыми мы можем периодически кофе попить или посидеть поболтать. У меня также была зависимость от рук и боли. Потому что, ну, в казино идешь, каждый день ты напиваешься казиношным пивом, у тебя безумно. Потом болит голова, ты опять напиваешься. Потом ты просыпаешься, думаешь, блин, почему я не остановилась? У меня же было там плюс 50 тысяч рублей. Почему я ушла, потеряв все? Ты, по-моему, перепутал. Блин, так тяжело, на самом деле, рассказывать это все. Я сейчас как будто вот рассказываю, снова это все переживаю. И так как в жизни особо вот такого общения там нет, что-то не так, дела какие-то не получаются, проекты не получаются. А в казино тебя уже все дилеры знают, все с тобой общаются, как друзья. Реально классные люди, мне действительно нравится общаться с этими людьми. Ну, просто тебе дилер раздает карты, вы ржете, рассказываете анекдоты друг другу, делитесь опытом. Ну, то есть это не такая официальная, так скажем, часть. Вы можете на любые темы общаться с дилерами. Ну, то есть какие рамки вы выставляете, какие рамки они выставляют. Все это крутое, все это создает вот эту дружественную атмосферу. Но, и в какой-то момент я понимаю, что у меня на кошельке пусто, что у меня уже хочется залезть в запас денег. В какой-то момент я понимаю, что я прохерила все. То есть у меня тяжелая ситуация в общении с людьми. У меня достаточно тоже такая ситуация в семье. Даже с учетом того, что у меня муж, он тоже лудоман, но он это не признает. Я хотя бы признаю, что я лудоман. Вот, с учетом того, что мы вместе там в казино гоняем. Это все начинает накаляться настолько, что жизнь потихоньку по кирпичикам начинает разваливаться. То есть доход фигня. Вообще ничего неинтересно. То есть если нет пива, если там нет сигареты, если нет карт фишек. Все, надо только казино, надо только туда. При том, что я знаю стратегию, по которой, в принципе, можно зарабатывать стабильно в казино. А в Техас, если играть, ну ладно, не буду вам рассказывать. Это не финансовая рекомендация. Не суйтесь вообще в казино. Это все опасно, страшно и так далее. Не советую. Когда я поняла, что у меня настолько все идет под откос, что я вот этот вот перспективный студент, там, 5-6-7 лет назад, который уже зарабатывал очень круто, я тот человек, который в 26 нынешнем годам должна была быть долларовым миллионером. Нет, я все прохерила из-за того, что вот эти вот злые силы, так скажем, меня оседлали. Выбраться из этого состояния мне было, ну, очень тяжело. То есть понимание какой-то собственной внемченности, понимание того, что я просто вот взяла и развалила свою башню. И все. 25 лет. Я старуха. Что мне делать? Я там никогда ничего не смогу. У меня начались переезды один из других. Я начала вписываться в какие-то движухи, проекты, пытаться больше общаться с людьми. Мое общение с людьми не особо, кстати, началось успехом. Все просто уже дошло до того момента, что у меня просто не было средств просто свободным, чтобы пойти в казино. Я тормозила себя на этом, что я не могу себе это позволить. А муж у меня, он вообще пришел в казино, написал бумагу о том, что, типа, ограничьте мне вход. Там, я лудоман, что-то такое. В общем, на полгода его во всей игровой зоне Красной Поляны просто заблокировали. То есть, если он написал такую бумагу, если уже такая точка невозврата пришла, а он такой, блин, там, или финансовые трудности. Короче, нет, финансовые трудности он точно не писал. Короче, какую-то проблему он написал. Все, 6 месяцев, никакого доступа, он в личный кабинет в приложение не может зайти. И все. А потом наступает такой момент, что все, я такая поборола себя. Я могу больше туда не ходить. И тут звонят из казино и говорят, Ксения, у нас розыгрыш, у вас там 20 билетиков. На этот розыгрыш вы можете выиграть столько-то. Приходите. Я думаю, что просто загляну на розыгрыш, не буду играть. Нет, все по-новому кругу. Вы заходите в казино, и если у вас нет четкого финансового плана, так скажем, мани-менеджмента, который важен вообще абсолютно во всех сферах, считайте, вы оставили там все деньги, которые у вас есть. Сейчас вот с того момента, как я считаю, что у меня нет зависимости, но сейчас скажу, сколько я хожу в казино и как я теперь туда хожу. Спустя столько времени я могу сказать, что меня вытащила только сила воли. Также я перешла на нетрадиционные методы лечения, конкретно на гомеопатию, но не буду об этом адронно рассказывать. Она тоже помогает моему психологическому состоянию. И я на сегодняшний день пока что отказалась от алкоголя. То есть в какой-то период времени я уже не пью. Первое время было немножечко так некомфортно, непривычно, тяжеловато. И все разы теперь, когда я хожу в казино, я просто прихожу, закрываю свою потребность поиграть, и я беру немного с собой денег, из разряда 300 условных единиц, это примерно 21 тысяча рублей. Ну, не примерно, точнее, а точно. Я беру с собой 21 тысячу рублей и знаю, что либо я зарабатываю с нее, но больше я снимать не буду. И как бы все разы, когда я прихожу в таком здравом уме, я могу взять безалкогольное пиво, я могу взять чай. Я сижу, кайфую, мне хватает парочки часов, чтобы наиграться, и я ухожу. Теперь, каким образом, я это начала разворачивать в свою сторону. Я поняла, что мне нравится покер, я поняла, что это же круто, если у меня получится на нем зарабатывать. И решила теперь ходить на покерные турниры. Еще ни на один не сходила. Но купила себе вот такие вот две книжки, начала уже читать. Я просто хочу быть профессиональным игроком в покер, я хочу на этом зарабатывать. Вот буквально послезавтра я пойду на первый свой мини-турнирчик. И так как здесь ежемесячно, там, где я живу, их проводят крупные турниры ежемесячно, там целую неделю длится какой-то турнир, я думаю, что, в принципе, у меня может получиться. Опять же, что такое турнир? Это там, где реально можно поднимать бабло. Опять же, я посмотрела там, там можно 2 миллиона выиграть, там можно 2 миллиона выиграть. Я не знаю, что из этого получится, но я знаю, что на сегодняшний день я могу сказать, что я переборола свой азар, а точнее я его просто развернула в положительную сторону. Да, такое, с одной стороны, бестолковое видео получилось, но с другой стороны, мне хотелось выговориться. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал с ссылочкой в описании.